друзья я не так давно вернулся с кировска там обкатывал кучу досок в том числе эти но не рассказал одну историю на 4 по моему день я пришел домой без сил просто вырубился на кровати короче проснулся понял что я сегодня еще не обедал и из последних сил поковылял куда-то питаться как она называется к сожалению не помню но она такая небольшая и самое главное что она работает до самого позднего времени то ли до 11 только 12 я туда пришел часов 8 наверно пришел заказал поесть сижу там чет в телефоне ковыряюсь выкладываю очередной stories и слышу тимур и от ну да короче парень стоит здоровый лысый как они трое с лопатой и с носилкой здорово привет я вот илья мы с тобой переписывались я естественно на лицо никого не помню потому что переписки у меня примерно по 300 сообщений в день и запомнить это абсолютно нереально в общем грида давай присаживайся поговорим чё хотел как живешь а он говорит вот у меня там кэмп такой-то такой-то ты дал делал репост я честно не помню вообще чё я дел иногда иногда делаю ну типа и забывай об этом делай добро и кидаю в воду короче он мне начал рассказывать что вот у них кэмп ягда чё как-то сижу жру и общаемся нормально и люха мне начинает рассказывать очень интересные вещи он проводит кэмп не простой а золотой он собирает группу и делает полностью заряженный кэмп на результат у него кроссфит зал в кировске и он имеет возможность гонять туда на тренировки в любой момент короче он загоняет туда народ и перед тем как отрабатывать как что-либо на снегу отрабатывает это в кроссфит зале он сделает им прям реальную загрузку тех мышц которые отвечают за определенные движения это очень круто я сижу слушаю я это все понимаю потому что ну когда-то допустим я там пытался понять как тренироваться кататься на кайте без кайта вот ветра нет а тебе что-то хочется сделать я чё только не придумал там на деревья мы подвешивались грыбы брали очень много работы было сделано чтобы хоть как-то заняться любимым делом когда ты это не можешь делать там у него что-то похоже он загружал те мышцы ребятам которые должны были отработать в карвинге допустим делаем какую-то стойку скручивал чтобы они мышцами чувствовали нужный напряг в общем мне было настолько интересно я говорю илюха ты можешь вообще рассказать то же самое на камеру а я у себя на канале выложу сделаю тебе рекламу потому что но тут то что я услышал это не тривиально это необычно это очень круто и я от души ему желаю развиваться в этом далее чтобы у него была масса клиентов чтобы у него была масса отзывов чтобы к нему там была протоптана народная толпа в общем у меня все я выкладываю илью он дальше расскажет примерно то же самое что рассказал мне в тот вечер в кафе мы закончили с ним разговаривать после того как закрылась я его все спрашиваю там про сплитборды про то кто как где катался куда можно ходить там у нас тем для разговора просто не знаю в месяц я всем рекомендую послушать илью а я пошел кушать вот добрый вечер друзья поступили заявки о том чтобы мы рассказали какой кемп у нас был что мы делали то что мы сделали очень произвело впечатление тимуром считает что это необычно для нас это обычная подготовка сноубордическая которая появилась в результате тренировок сборной россии по сноуборду который у нас происходило каждую весну и сборная муринской области по горным лыжам мы подбирали нагрузки по функционалу также тренировались энергетические системы и соответственно пришло какое-то понимание как проще человека подвести к правильному катанию поворотных спорта и вывести его на уровень мастера спорта и соответственно мы это переложили на коммерческую основу и стали проводить наши кемп сноубординг и функционал тренинг и так наш кемп который тимур посчитал спецназом сноуборда выглядел примерно так день 1 у нас была простая раскатка потому что люди продолжающего уровня приехали в большие горы им просто хочется кататься никто не хочет учиться никто не хочет как-то прогрессировать просто хотят катать окей просто весь день значит катали второй день чтобы долго не объяснять что есть карвинг и как поворачивать мы просто всех ребят поставили переднюю стойку крепления были 30 на 30 можно сделать и больше и заставляли их кататься и соответственно ездить на пугели тоже и когда вы переваливаетесь передней стойке с пяток на носки с носок на пятки при поворотах то уже не можете не понять как делать карли также у нас была вечерняя тренировка что может быть отличает наш кемп тренировка происходило в зале зале отрабатывали осанку и понимание как в поясничном отделе человек должен делать развороты чтобы ездить в передней стойке открывать плечи и чтобы это можно было перенести в дак соответственно ходили с блинами держали всякие лодочки в облитые позиции все что мы перенесли из функционального тренинга из гимнастики это все было уже сноубординге день 3 мы продолжили кататься в передней стойке и когда мне уже как тренеру понравилось как зарезают какие красивые дуги делают через четыре часа катания перекрутились в обычный дак 15 на 15 и уже ребята могли карвить но они уже понимали как поворот в поясничном отделе открывать плеч и функциональные тренировки над которыми раньше не смеялись стали наоборот их завлекать говорили когда мы еще следующее упражнение будем делать так просто оказывается это понять можете еще какие-нибудь упражнения показать что мы поняли наше катание конечно же мы показали день 4 мы прокатались весь этот день свеча свечи так уж не своя стойка и катали так много в свече и поднимались так много на подъемниках что мне приходилось иногда догонять кого-то из ребят хорошо гонял чтобы дать по шлему за то что они все-таки свою стойку перевернулись но когда я догонял я видел что они катаются свече катание не своей стойки вышла на совсем другой уровень и это значит что человек уже готов к тому чтобы делать трюки и переворачиваться не в свою стойку вечером закончен в зале мы делали функциональные обучалочки запрыгивание на коробку сначала большинство людей даже не знает как правильно прыгать потом уже в сноубордической стойке запрыгивали на коробку и потом учились уже как раз спрыгивание как сноубордисты при дропах и как прыжках с биг-эйра ну или своего другого троплинчика или даже кочки как нужно отрабатывать спиной чтобы она была прогнутая и ногами чтобы взять хороший призем и уверенно поехать дальше и это все проще сделать в зале чтобы потом уже на склоне не разбираться а только вспоминать или я могу сказать там вспомнишь как прыгали прогни спину прогни то прогни все отделили время для носков лежали на полу закрытыми глазами и отрабатывали подтягиваем носки утягиваем носки ровно и большинство людей даже не могут сделать ровное положение стоп слепую потому что он даже не чувствует свои ноги поэтому есть даже проблема некоторых чтобы ездить на скользяки ровно когда надо потошнить доехать до подъемников у большинства людей задняя нога выносится начинает оттормаживать человек также поработали ногами но это уже простой функционал такой горнолыжников сноубордистов именно в неполном положении стоя отрабатывали ногами приседания такие в полфазы как ваша работа в кухляке и допустим если наши склоны на хороших ходах за три минуты можно проехать значит три минуты будете работать так ногами и соответственно работали также прессом ножи на полу подтягивали ноги работали прессом чтобы было понимание на жестких склонах как вы работаете вашим прессом и ногами вкупе чтобы хорошо обрабатывать вот этот вот неудобный рельеф на следующий день 5-й день немножечко отдохнули у нас как раз была непогода отрабатывали трюки немного флэт фристайла получили сделать холли нолли позаваливались на носки покрутили роллы потом на склоне начали отрабатывать ноуз ролл 180 потом со спины дэйл ролл или бэк ролл фронт ролл бэк ролл 180 в принципе на этом тренерка закончилась следующий день уже когда было солнце поехали на куки с ванчеркер на лыжный комплекс и там уже был конкретосовый фрирайд там такие вот углы подняться на бугель до самого конца не у всех получилось у кого получилось раскатали оттуда споты там проходил нас кубок россии покатали там фрирайд уехали в сторону кулуаров покатали кулуары поездили на рампах попрыгали получились вылетать с рампы и наоборот делать дугу и залетать на рампу сделать призем поднялись еще несколько раз покатали между деревьями на полных ходах дриплинг отработали и все функциональные моменты которые разработали в зале они были отработаны на горе кто-то даже очень круто катнул дальнюю стенку очень такой дерзкий фрирайд покатали вечером у нас был лавинный семинар федерации альпинизма у которых я проходил лавинную подготовку они согласились сотрудничать с нами и провели семинар для ребят объяснили как подбирать рельеф что стоит опасаться где можно пройти где можно катнуть чтобы вообще было понимание как лавин исходит если что в этом кемпе мы не успели сделать практику откапывания пострадавших и понимание вообще приходит больше с практикой наверное следующему уже так сделаем ну и самый главный день день седьмой бэк-кантри для меня это уже венец сноубординга когда ты сам поднимаешься на понравившись тебе гору делаешь это на сплитах или делаешь это как анти-аут на сплитах и снегоступах в зависимости от рельефа и оттуда уже катаешь первым следом или не катаешь если склон жесткий а тебе нужно спуститься делаешь аварийные спуски чему мы тоже учили ребят прошли мы так три горы но одна каньон поднялись на смотровую площадку каньона и оттуда спустились надо было видеть лица конечно ребята когда они думали мы сейчас поднимемся и спустимся на снегоступах поехали вниз безопасненько ходили смотрели я спрашивал ну что здесь можно пройти или нет а где здесь подняться а как здесь спуститься исходя из тех знаний которые они получили на лекции половины безопасности они сами говорили вот здесь вот шапка висит а вот здесь мы не пойдем бывало мы даже не шли по чужим следам прокладывали свой маршрут потому что чужие следы проходили именно в таком месте где заряженные такие шапочки висели не будем рисковать протропинем лучше свой путь и вечером поздно вернулись и на следующий день мы должны были делать еще более длинный переход но на восьмой день с утра получил сообщение в чат а мы сдали уже снегоступ короче ни у кого не хватило выносливости наверное все таки такую серьезную программу нужно для более продвинутых ребят делать кого есть опыт хождения восхождений поэтому мы ограничились просто свободным катанием это был кем такого среднего уровня для продолжающих которые хотят увеличить свои знания и базис в катании поэтому я не стану заставлять ну окей покатались наверное мы сделаем такой прям жесть это уже на тех кто продвинутый тимур был прав это средние ребята продолжающие катания и наверное трюками 180 и бэкантри для таких средних маршрутов мы ограничимся а на следующий сезон сделаем уже для продвинутых то делать 180 хочешь научиться трешки делать кто умеет делать переходы или имеет опыт восхождений мы тогда удлиним эти маршруты для полных восхождений плюс у нас есть здесь ребята снегоходчики которые ждали отмашки еще должны были быть заброски на снегоходах но я посмотрел уровень катания ребят и куда должны были быть заброски но они бы просто это не вывезли а катить кубарем оттуда не вариант там нужно прям конкретно выкатывать и права на ошибку нет поэтому приезжайте к нам если любите мечтать у нас здесь есть и учителя по флэт фристайл и снегоходы есть и снегоступы есть и гиды есть профессиональные и лавинщики есть профессиональные и кого у нас здесь только нет они готовы вас обучить научить мы это все готовы систематизировать и провести через зал чтобы вам было более понятно какие задачи на следующий день нас будут ждать на этом все остальное все наверное расскажет тимур берегите себя хороших вам вылетов и легких приземлений пока